Фрагменты оконных стекол, кровельная черепица, амфоры. Эти предметы, найденные в круглой бухте, датируются временем существования Херсонеса Таврического. Впервые объектом пристального внимания археологов акватория стала еще в 60-е годы. Но чтобы включить это место в список объектов культурного наследия, понадобились дополнительные исследования, подтверждающие уникальность находки. А работать под водой всегда сложнее, чем на суше. Не сразу можно увидеть, где можно проводить шурфовку, потому что вся территория заросла водорослями. И для того, чтобы начать первичное обследование, мы убираем водоросли. Работы осуществлялись на глубине от метра до полутора. Развал камней составлял около одного метра. И самого грунта мы сняли до скалы в одном месте, тоже до одного метра. Может, чуть больше метра. Скалистая отмель, обозначенная на картах 19 века как островок, простирается почти на 4,5 гектара. С помощью съемки с беспилотников и подводных аппаратов ученые получили новую информацию, как можно интерпретировать этот памятник археологии. Одна из версий здесь была гавань древнего города. Сейчас участку в центральной части бухты присвоили статус объекта культурного наследия. Теперь, после выявления этого объекта, мы можем приступить уже к полноценным его исследованиям. Поскольку при разведках, как было до этого, мы были ограничены по площади шурфовки. И задача стояла именно определить границы и датировать этот объект. Теперь же мы можем проводить полноценные раскопки на этом участке. В этом году на учет поставили еще один археологический объект в Карантинной бухте. Там ученые обнаружили оборонительное сооружение и культурный слой древнего города. За 2,5 тысячи лет, что прошли с момента основания Херсонеса Таврического, значительная часть его оказала и затопленной. И археологи уверены, что под толщей воды в Севастопольских бухтах скрывается еще много находок, способных пролить свет на жизнь херсонеситов. Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич, Анастасия Пипенко. Вести Севастополь.